Тот самый концерт. Громкое выступление в Ледовом повлекло за собой еще более громкие последствия. Концерт рэпера Басты в разгар пандемии вызвал шквал негатива со стороны общественности. А как же противоковидные меры? Где та самая безопасная социальная дистанция? По словам очевидцев и некоторых зрителей действа, далеко не каждый из присутствующих на концерте находился в маске. Люди сидели довольно близко друг к другу, а в какой-то момент и вовсе столпились у сцены. Вопреки запретам и рекомендациям, многотысячная столпа скандирует слова любимого трека. По данным некоторых источников, 27 ноября на концерте Басты присутствовали более 10 тысяч человек. Однако, по словам самого Василия Вакуленко, так на самом деле зовут рэпера, все прошло в рамках дозволенного. Все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора, были соблюдены. Все уведомительные и разрешительные письма и документы были подписаны в городских структурах. Заполняемость зала Ледового дворца на наших концертах составила 50%. В сети пишут о допустимых 25% зрителей в зале, но это правило вступает только в силу с 1 декабря. По мнению Басты, хорошо организованный концерт стал комом в горле для других организаторов, которые не нашли в себе сил для проведения подобных мероприятий и отказались от встреч со зрителем, сославшись на пандемию. Впрочем, концерт Васи Вакуленко не единственный случай пренебрежительного отношения петербуржцев к запретам на массовые встречи. И это несмотря на то, что сегодня регион в списке лидеров по заболеваемости. Вот, например, очередь на бесплатную экскурсию в Кунсткамеру. Если посмотреть внимательно, можно не увидеть ни социальной дистанции, ни масок на лицах, жаждущих зрелищ. А эти фото опубликовали в одном из сообществ культурной столицы. Люди толпятся в ожидании прохода на ежегодное световое представление «Чудо света». Ситуацию со столпотворениями в городе Наневе прокомментировал начальник управления потребительского рынка услуг и рекламы Юрий Дуденков. В Химках мы, конечно, таких вещей не допускаем. В настоящий момент мы с пятницы по воскресенье еженедельно в ночное время проверяем все наши рестораны, кафе, караоке-клубы на предмет соблюдения всех мер, которые нам рекомендует Роспотреб. Все заведения с точки зрения развлекательных мероприятий мы закрыли с 12 часов до 8 утра. То есть у нас ночное время, таких данных мероприятий не проводится, мы за этим четко следим. На сегодняшний день эпидобстановка не очень благоприятна по стране в целом. В лидерах по числу заразившихся Москва. За ней следует Петербург. Московская область – третья в антирекордном списке. Что касается Химок, то здесь за все время пандемии зарегистрировали около трех тысяч заболевших. По словам специалистов, относительно невысокие показатели в городском округе благодаря постоянному контролю. Однако, как бы не следили за порядком одни, если другие до сих пор не осознают важность необходимых мер безопасности, толка в рейдах и проверках не будет. Нина Бережная, Николай Забродин. Специально для Химки ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok